В 2015 году GT Sports обновили свои наушники и представили новую версию гарнитур Kronos в двух вариантах Kronos AD и Kronos GO. Занят дорого, давайте смотреть! Начнем с модели AD. Легкие наушники, которые хоть и похожи на обычные Kronos, но сразу видны изменения. Первое, что изменилось – оголовье. Теперь оно регулируется само и похоже на то, как это сделано в SteelSeries Siberia V2 и V3, только там оно держится на тросиках, а здесь – на вот такой пластине. Мягкую подушечку на оголовье оставили, и это мне нравится. Вся конструкция пластиковая и здесь уже нет металла, ну, поэтому они такие легкие. Как и раньше, здесь много глянца, который собирает отпечатки пальцев, однако мне кажется, что в матовом исполнении они не так прикольно будут смотреться. Плюс подсветочка логотипа неплохо добавляет эффект. Менять цвет нельзя, только красный. Чаши поворачиваются, чтобы наушники можно было носить на шее, когда вы ими не пользуетесь. Амбушюры тканевые, мягкие, хотя и мелковатые, и когда вы одеваете наушники, то уши прикасаются к динамикам, что через пару часов вызывает дискомфорт. Изоляция от внешних шумов никакой из-за того, что амбушюры тканевые и из-за того, что наушники неплотно прилегают к вам. Слышно будет как все, что происходит у вас, так и вы будете слышать все, что происходит вокруг. В комплекте два кабеля, один для мобильных устройств, другой для компа. Второй длиннее, с кнопкой включения и выключения микрофона, регулятором громкости, а также с двумя штекерами, один для микрофона, другой для аудио и USB для подсвета. Смене проводов своя идея. Вы просто берете, отключаете один провод и сразу же подключаете другой, который вам нужен. Ну то есть, если вы, например, сидите за компом, вам нужно пойти на улицу, раз отключили длинный провод, подключили короткий, все это сразу к смартфону и погнали. Вторые наушники поменьше и оголовье у них не такое, как у AD, а классическое. Тут есть и резиночка, чтобы наушники лучше держались на голове. Конструкция складная, так что вам будет намного удобнее их перевозить. Глянцевый пластик и подсветка здесь тоже есть, однако каркас в этих наушниках уже металлический, значит они немного прочнее. Чаши меньше диаметром и наушники не полноразмерные, как AD, а накладные. И вот здесь-то для меня кроется самое большое неудобство, потому что мне все накладные наушники давят и больше часа я в этих сидеть не могу, тем более здесь еще амбушюры очень мелкие. По этой же причине здесь нет изоляции от внешнего шума и будет слышно как все вокруг, так и то, что играет у вас. В комплекте идут точно такие же два кабеля. Один длинный с регулировкой громкости и кнопкой включения и выключения микрофона, он же с USB для подсветки и второй короткий и без всего. Микрофон у обеих моделей выдвигается из левого уха, он гнется и одинаково передает голос, что у этой модели, что у этой. Однако это не значит, что плохо, наоборот, я даже не ожидал, что он будет так хорошо передавать голос. Звучат эти наушники тоже идентично и тоже очень неплохо. Чистый звук, без давящих низких частот, без перебора по высоким. Все звучит хорошо и сбалансированно. Я играл в них в основном в CS и могу сказать, что не было ситуации, где бы я что-то не услышал или не понял, где противник. Обычно в наушниках этой ценовой категории бывают проблемы с определением противника вверху или внизу. Здесь все хорошо прослушивается. В общем, наушники не без своих недостатков. В основном мне не понравилось то, что я не могу в них сидеть долго. Думаю, это их самая основная проблема. В остальном же здесь неплохой дизайн, хороший звук и классный микрофон. Тем более, их можно использовать как с компьютером, так и с мобильным устройством. Думаю, за свою цену нормальные наушники. На этом все. С вами был интернет-магазин FUA. Меня зовут Макс. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Обязательно. И... Субтитры сделал DimaTorzok Блин, какая она крутая. Субтитры создавал DimaTorzok